Государственный архив Одесской области, телерадиокомпания «Град», гражданская инициатива «Друзья архива» представляют. Его назвали человеком, перевернувшим представление о живописи. Основоположник абстракционизма, живописец, график, теоретик изобразительного искусства Василий Кандинский получил музыкально-художественное и юридическое образование. Решив стать художником в 30 лет, он добился огромного успеха и всемирного признания. Картины Василия Кандинского хранятся в музеях по всему миру, а творческое наследие оценивается в миллионы долларов. Причем при жизни его не всегда понимали и принимали. В том числе и в Одессе, куда он приехал ребенком и куда периодически возвращался из других стран. Кандинский прославил наш город. Неудивительно, что интерес к его личности проявляется у современных исследователей. Одесситов, которые, несмотря на множество написанных о художнике книг, открывают новые страницы его биографии. В частности, 25 лет посвятил изучению жизни художника, его семье и окружение директор Одесского художественного музея Виталий Алексеевич Абрамов. Исследователь считает, что задача состоит в том, чтобы не только найти, собрать, систематизировать и опубликовать сведения о художнике и его окружении, но и сопоставить найденные в Государственном архиве Одесской области документы с материалами других архивных учреждений стран Европы, с которыми связана судьба Кандинского. Казалось бы, что биография Кандинского, биография его окружения в Одессе – дело простое. Почему? Потому что сам Кандинский был пишущим человеком и написал две очень странные автобиографические записи. Он их опубликовал. Одна из них вышла в 1913 году, и книга называлась «Взгляд назад». Она была написана по-немецки, а затем, спустя там, получается, пять буквально лет, в 1918 году, уже находясь в России опять в очередной раз, он написал русскоязычную версию этой книги, которая называлась «Ступени». Казалось бы, все есть. Человек написал о себе биографию и не столько раскрыл сам себя, сколько поставил множество перед исследователями, поставил множество вопросов. Находясь в разных странах, прежде всего в Германии, а затем во Франции, он не дополнял эти биографические сведения. Первая книга о Кандинском была написана Виллом Громаном, немецким исследователем, историком искусства. В 1924 году. И там она была написана со слов Кандинского. И там, ну, к примеру, Громан вдруг говорит, Кандинский множество раз утверждал, что в Одессе он каким-то образом был связан с греческими, с выходцами из Греции. И немец по происхождению Вилл Громан так и не мог понять, что связывало, скажем, Кандинского с Одессой, почему именно в его окружении были греки. Еще одна маленькая загадка. И она даже не загадка. Поставим себе такой вопрос. В какой среде рос Кандинский? Кандинский приехал сюда, в Одессу, вместе с родителями, когда ему было всего лишь... Не было четырех лет. В трехлетнем возрасте. Каково было окружение? Он ни разу не пишет, что он выходец из купеческой семьи, например, да? Он вскользь упоминает, что его отец, Василий Сильвестрович Кандинский, родом из Забайкалья, из Нерчинска, он пишет, что, например, отец его, несмотря на такое небедственное, ну, был стеснен в средствах, чтобы помочь молодому Кандинскому получить образование и так далее, и так далее, и так далее. Но все эти воспоминания до определенного времени не находили документального подтверждения, говорит Виталий Алексеевич. Все это должно было обрести такое документальное подспорье. Все должно было быть определено простой вещью, датами рождения, смерти тех лиц, которых он знал, с которыми общался, и так далее, и так далее. И здесь раскрывается по вот этим документам. Это только маленькая часть, которую я отобрал для нашей беседы, открывается безнолюбопытных материалов. Дело заключается в том, что действительно его отец был купцом первой гильдии, когда переехал в Одессу из Москвы. Кандинский ничего не говорит о его успехах, как представителя купеческого сословия. Известно, что... Да, и Кандинский пишет о своем отце, что он переехал на юг. Причиной переезда семьи Кандинского на юг было слабое здоровье отца. На самом деле, отец великого художника прожил в Одессе до 1926 года. Поверьте, он не страдал слабым здоровьем. Ему было почти 90 лет, когда он здесь, в Одессе, умер. Кандинские почувствовали, видимо, как опытные купцы, открывшуюся в Одессе перспективу торговли чаем. И первое время огромный клан, сюда переехал весь клан Кандинского, не только его отец, но и его дядьки, и тети. Огромное количество здесь осел целый клан Кандинских, Собашниковых, Тихеевых и так далее. Все они занимались чайной торговлей. Почему именно в это время? Пришлось посмотреть множество бумаг, которые связаны вообще с одесской чайной торговлей, которая развивалась благодаря тому, что Одесса очень близка к Средиземноморью. Все связано с открытием Советского канала. Когда путь из Китая, из Ханькоу, с которым они торговали, открылся, и можно было заработать большие, я бы сказал, даже сверхбольшие деньги, и этим Кандинские воспользовались. Как это выглядит в биографиях? Существует множество биографий Кандинского, никто не говорит о чайной торговле в Одессе, и я понимаю, это многим исследователям, моим коллегам, моим визави, людям, которые оспаривают то или другое положение в моих там каких-то упражнениях, в моих статьях, им это не важно. Они ссылаются на простую вещь. Вторая жена Кандинского пишет, отец его, Кандинский, Василий Сильвестрович, был директором чайной фабрики. Я могу абсолютно, ну, с огромной долей подтвердить это документами, что он никогда не был директором чайной фабрики. И вот это утверждение, оно, о Кандинском написаны горы каталогов и книг и коротких биографий, невозможно теперь уже, когда вот этих книг огромное количество, невозможно внутренне опровергнуть это. Чтобы понять суть происходящего, необходимо отметить, что родители будущего великого художника в Одессе развелись, рассказывает исследователь, и в окружении мальчика появился приемный отец. У пары, которая образовалась, Лидия Ивановна Кандинская, мать художника, и Михаил Михайлович Кожевников, было еще пять мальчиков и одна девочка, то есть это были сводные сестра, сводная сестра и братья Кандинского. Часть из них, естественно, женились, появились племянники. Вот в этом и заключается бесконечная тяга Кандинского посетить семью и практически находясь в Германии до 14-го года, до начала Первой мировой войны, Кандинский ежегодно по несколько раз приезжал к себе, в семью. Что осталось от этой купеческой, вот, от этого купеческого его происхождения? Огромная любовь и внимание ко всем членам семьи. Здесь купцы были, пожалуй, впереди всех. С их вот очень определенным домостроем и так далее, и так далее. Несмотря на всю светскость Кандинского как такового, во-первых, он был православным, его вторая жена Нина Кандинская вспоминает, что находясь в Париже, он каждое воскресенье ходил в церковь. Во-вторых, вот эта тяга к семье это одно, а вот отношение к Одессе было у него разным. Мне приходилось, я могу привести две цитаты из его писем, в одном он пишет, как бы мне хотелось добиться успеха в Одессе, как художнику, как художнику добиться успеха, потому что здесь было достаточно мощное товарищество южно-русских художников, и пробиться сквозь терния. Каждый был по-своему велик. Это эгоцентризм любой художественной среды. Найдите мне двух художников, которые бы не спорили, кто из них там не соперничали друг с другом. И вот он некоторое время не мог его этого признания найти. А противоположное отношение он называет в письмах матери своей, он называет, что город невероятно коммерцианализирован, что здесь существует достаточно мощная спекуляция и так далее. Это негативное отношение. Вот где-то между необходимостью добиться здесь успеха и между такой открытой нелюбовью к вот этой ну я бы сказал извращенно коммерческой среде вот и находится любовь Кандинского и отношение Кандинского к Одессе. В поисках материалов о семье Кандинского, говорит Виталий Алексеевич, ему пришлось пересмотреть десятки томов архивных документов. Развод родителей очень долго искали и не могли определить. Он должен был быть оформлен церковным разводом по линии Херсонской епархии и потом совершенно случайно как это всегда бывает когда даже уже отчаялся найти и ты находишь вот запись о бракосочетании его матери о втором бракосочетании в Спасопреображенском соборе. Матери было 28 лет когда она разошлась поразительное и то что новый отец Скандинского Михаил Михайлович Кожевников до своей кончины а он умер в 13 году поддерживал дружеские отношения с своим соперником. Да это так и было. Они вместе занимали определенные посты в городе были гласными в одно и то же время кстати были гласными городской думы. Гласная это как сейчас депутат городской думы. Кожевников в отличие от Василия Сильвестровича имел неосторожность заниматься банковским делом. Некоторое время сам Василий Сильвестрович Кандинский тоже занимался банковским делом. Один служил в учетном банке, другой в кредитном банке, но так оно и было. Я читал множество писем Кандинского семье разным лицам из своей многочисленной семьи, где он часто упоминает Михаила Михайловича, где наблюдается такое теплое отношение при всех там семейных неурядицах, внимание воспитанию Кандинского было уделялось. Но вот что интересно, что Кожевников сделал очень громкую карьеру, он был председателем общества торговли и мануфактур. Он был очень опытным банкиром и собственно говоря одним из самых опытных банкиров в Одессе. И здесь мы наблюдаем их связи с элитой общества. Одно дело сказать, Кандинский родился в семье купцов. Другое дело сказать, какова среда, в которой он воспитывался. В их доме бывал миллионер Ралли. Они очень хорошо знали верхушку общества. Ну, скажем, Василий Сильвестрович знался, знал очень хорошо. До последней своей каденции на посту Гласного Думы он общался с Григорием Григорьевичем Морозли. Они общались с Севастополом и так далее, и так далее, и так далее. Это была банковско-промышленная среда, и вот эта деловая хватка, деловая хватка, и некая светскость, вот поведение. Многие художники, с которыми он общался позже, называли его уважительно профессор. Кандинский на самом деле был профессором, отмечает исследователь. Художник закончил юридический факультет Московского университета и защищал диссертацию, текст которой, к сожалению, найти не удалось. Любопытно, что диссертация Кандинского называлась «Минимум заработной платы для рабочих». Как это современно сейчас, поверьте, одни и те же проблемы минимум заработной платы для рабочих. Он занимался также другой юридической дисциплиной, которая современная, вот сейчас, в эти дни она современная. Как судить человека по закону или по тому, каков он? И Кандинский отстаивал, наблюдал, он еще, кроме всего, был этнографом, наблюдал окружающую жизнь, что в деревнях, в селах, в местах, в местностях, вернее, отдаленных от центров империи, бывшей Российской империи, людей судили не по закону, а по тому, какой это человек, хороший или плохой, и судил общественное, выносилось общественное мнение, вот, если этот человек хороший, закон к нему, как бы, неприменим, общий закон неприменим. Вот, это круг проблем, которыми занимался Кандинский во время обучения на юридическом факультете. Одесситы чтят память о великом художнике. В доме, где он жил, установлена мемориальная доска. На Аллее Славы в 2016 году, 150-летие со дня рождения Василия Кандинского, появился памятный знак с бронзовой надписью «Василий Кандинский». О его жизни и творчестве вышли десятки книг и в Украине, и за рубежом. Но исследования продолжаются, говорит директор художественного музея, в планах которого изучить переписку художника с коллегами. И в этом ему снова помогут материалы Государственного архива Одесской области с его богатейшими фондами, среди которых огромный блок документов посвящен деятельности художников, музыкантов и других представителей культуры и искусства. Редактор субтитров А.Семкин